На несколько часов креативное пространство «Квартал» превратилось в пространство экологическое. Финал эко-марафона и акция «Вторсырьё на благотворительность» преобразили территорию в исторической зоне города в зону действительно раздельного сбора мусора. От макулатуры и ветоши до стекла и алюминия. Всё можно утилизировать в одном месте, не тратя на это по несколько часов. Горячо откликнулись. Не хватало этого в городе, чтобы была и точка приёма. Постоянная, хотя бы раз в месяц. И вообще, чтобы понять, как сортировать мусор в домашних условиях. То есть это такая загадка, секрет Польшинель. На самом деле всё известно, но силы привычки нужны. Благодаря марафону три недели мы с людьми работали. Вот, видите. Силу привычки можно воспитать в человеке с детства. Большинство пришедших с детьми, которые, несмотря на возраст, уже понимают важность не просто раздельного сбора мусора, но и его правильной утилизации. Это нам стекло здесь. Стеклянное вон туда надо? Да, стекло туда. Марафонили активисты три недели. Разобрали ключевые темы. От раздельного сбора мусора и здорового образа жизни до мастер-классов по минимизации собственных бытовых отходов. Оказалось, когда мне уже говорят, что уже больше двухсот человек зарегистрировались, я обалдела. Потом в течение уже трёх недель ребята выполняли задания, и я удивлялась, что бывает там 70 уже нужно прочитать отчётов о выполнении заданий. 100 отчётов прочитать о выполнении заданий. Лучший отчёт об акции – огромные мешки пластика, алюминиевых и жестяных банок, бумаги и картона, стекла и ветоши, собранные во время марафона. Пластик, как оказалось, пластику рознь. Только для сбора PET-бутылок здесь сразу три контейнера. Всё согласно экологическому классу Тары. Волонтёры, работающие на акции, помогут разобраться во всех тонкостях утилизации. Принять участие в экологическом марафоне оказалось совсем несложно. Достаточно было просто открыть багажник, ужаснуться тому, во что же он превратился за время дачного ремонта. Но при этом, смотрите, тут оказалось и стекло, и пластик, и бумага, большие канистры и бутылки. Сейчас всё это мы отнесём и аккуратно утилизируем. Важный момент акции – не количество собранного вторсырья, а понимание того, что раздельный сбор и утилизация мусора совсем не страшно и в целом довольно просто. Это кажется, пока не попробуешь, это кажется, что сложно. А когда ты это попробуешь, это легко. Достаточно пару дней на разгон, а потом это всё идёт своим чередом, и уже как легко это всё.